Вот такой красивый рекламный щит мы нашли тоже в одном из торговых центров нашего города Улан-Удэ. Валера уже нашел эту ошибку. Пожалуйста, Валера. Девочки, когда ходили по торговому центру, нашли ошибку в слове «хамелеон». И я следующее со словарем Ожегова, и действительно нужно писать вместо буквы «и» букву «е». Могу произнести? «Хамелеон». Вот такую презентацию подготовили восьмиклассники школы номер 50 после задания учителя поискать ошибки на рекламных плакатах города. Далеко идти не пришлось. Заглянув только в один торговый центр, материала хватило на всю презентацию. Орфографические и пунктационные ошибки, заметные невооруженным взглядом даже детям. Больше было пунктационных ошибок. Не ставят знаки пропинания, даже точки пропискают обычно. Отлично. Что бы ты могла сказать? Нужно учить свой родной язык, нужно знать. Правильно писать, ведь иностранцы, даже гости из других городов могут к нам приехать, но и они будут относиться к нашему городу не так уж и хорошо. Такое необычное задание школьники выполняют в рамках республиканского конкурса «Юные журналисты». Несмотря на то, что из класса в конкурсе участвует только несколько человек, в работу по поиску нарушений литературных норм родного языка активно втянулись все без исключения. Мы думали, что достаточно высокий уровень рекламных работ, но, к сожалению, очень много и очень часто ошибок достаточного количества мы нашли. Дети втянулись, и мы решили продолжить эту работу. И при помощи телевидения решили обратиться к людям, чтобы они работу свою выполняли лучше и качественнее. Цвети и хорошей, любимая столица. Печально, но даже в этой надписи школьники нашли ошибку. Чтобы хоть как-то повлиять на безграмотных взрослых, ребята готовят письмо в администрацию города и те торговые центры, где висят нерусские рекламные плакаты. В своем письме восьмиклассники попросят исправить ошибки. Марина Непомнящих, Александр Хомаганов, Первая Альтернативная.